А теперь к событиям в Соединенных Штатах. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп опережает демократа Камала Харрис во всех семи колеблющихся штатах. Экс-президент обходит соперницу минимум на 1%. Да, сообщает об этом бразильская исследовательская компания Atlas Intel. Наибольший отрыв наблюдается в Аризоне и Неваде почти до 7%. В пострадавших от ураганов в штатах Джорджии и Северной Каролины Харрис проигрывает Трампу до 3,5%. В список колеблющихся штатов также входят Мичиган, Пенсильвания, Висконсин. Авторы исследования также отмечают, что практически во всех анализируемых регионах уровень одобрения президентства Джо Байдена оценивается негативно. Выборы на пост американского лидера состоятся уже завтра, 5 ноября. Напомню, Трамп был 45-м американским президентом. Он находился у власти с 2017 по 2021 годы. В президентские выборы 2020-го он проиграл демократу Джо Байдену. Камал Харрис пост вице-президента США занимает с января 2021 года.